Единое эпид-пространство появится на территории страны СНГ. Это позволит бороться как с эпидемией коронавируса, так и с другими массовыми заболеваниями. Также в рамках соглашения, подписанного на заседании Совета глав правительств СНГ, договорились оперативно реагировать на глобальные проблемы медицины. Иржан Утипкалиев наблюдал за встречей, он с нами сейчас на связи. Привет, Иржан. Какие еще вопросы поднимались сегодня? Привет, Мадина. В рамках повестки участники рассмотрели вопросы сотрудничества в научно-технической, инновационной, технологической сферах в области цифровой трансформации, химической отрасли, а также радионавигации. По основным вопросам стороны подписали соглашение без обсуждения. По другим, с докладами выступили приглашенные гости. Теперь противостоять биологическим угрозам страны СНГ намерены совместно причем помощь при чрезвычайных ситуациях и эпидемиях участники соглашения предоставят на бесплатной основе. Соглашение оговорено, что кто оказывает помощь, полностью обеспечивает эту бригаду и заработной платы, и проживание. Полностью помощь сами обеспечивает та сторона, которая представляет. А если при оказании помощи специалисты, которые находились в этой стране, где идет ЧАЭС, или, говорю, какая-то вспышка инфекции, заболели, и нужна какая-то помощь, тогда принимающая сторона полностью помогает и покрывает оказание медицинской помощи. Не вошел в повестку дня вопрос по сотрудничеству стран СНГ в области гражданской авиации и использования воздушного пространства, который инициировал глава Кабинета министров Российской Федерации. Это обсуждение прошло за закрытыми дверями, поэтому подробности журналистам не сообщили. После участники заседания поддержали инициативу проведения вторых игр стран СНГ в Беларуси с 4 по 14 августа следующего года. В игровой идут соревнования по 21 виду спорта. Особенностью игр является включение в их программу большого количества игровых видов спорта, таких как баскетбол 3х3, гандбол, пляжный футбол, пляжный волейбол, мини-футбол и хоккей на траве, которые всегда пользуются популярностью у наших болельщиков. По итогам встреч главы правительств подписали более 20 документов. Несмотря на то, что следующее заседание планировалось провести в мае месяце в Кыргызстане, ее перенесли в Россию. По предложению Кыргызской республики, как и страны, председательствующей в СНГ в следующем году, принято решение провести очередное заседание Совета глав правительства СНГ в июне 2023 года в городе Сочи. В целом, хочу особо подчеркнуть, что казахстанская сторона удовлетворена итогами сегодняшнего мероприятия. Удовлетворительной работой не отличилось лишь Министерство информации и общественного развития. Не первый раз по вине профильного ведомства ущемляются права отечественных средств массовой информации. Остается надеяться, что наши пожелания учтут, и последующие важные встречи мы, также как и зарубежные коллеги, сможем освещать без каких-либо ограничений. На этом у меня все. Передаю слово тебе, Мадина. Спасибо, Иржан.